Дамы и господа, поприветствуйте на сцене Большой Медведь с собственной персоной Оуэн Бенджамин! Вау, как дела, Манчестер? Как ваши дела? Вау, вы, ребята, очень быстро выдохлись. Я очень люблю Великобританию, потому что здесь есть нечто, что впечатляет меня. У вас очень впечатляющие дети. Но они очень впечатляющие, знаете? Два дня назад я был в Белфасте, я сейчас в туре, это что-то вроде записи экспромтом. Я расскажу эту историю чуть позже, но... Так вот, я в Белфасте на пробежке, любую, знаете, с табиковыми кладбищами и все такое. И тут стая восьмилетних детей. И я говорю, стая, потому что они и есть стая, они животные. И они подходят ко мне, а я привык, что восьмилетние дети невинные и милые. И их вожак подходит ко мне и говорит, «А ты ростом 2,10?» Я не могу разговаривать, как вы. Вот как вы звучите для меня. Эй, ю-би-би-би-би! Это чистая правда. Он такой, «Ты ростом 2,10?» И я такой, «Нет, дружок, я всего лишь 2 метра, но я все еще расту, понимаешь?» И я жду, что он улыбнется, как нормальный восьмилетний ребенок. Но он не улыбается, он просто смотрит на меня прямо в душу. Он прямо как взрослый. И говорит, «Ты американец?» Я говорю, «Да». А он, «А что ты тогда тут забыл?» То есть он уже буквально проверяет мои документы. Я уже начинаю волноваться, понимаете? Я говорю, «Ну, я даю концерт». А он, «Какой концерт?» Я говорю, «Комедийный». А он, «Расскажи шутку, шутник!» Ему восемь. «Понимаешь, я не совсем рассказываю шутки, я занимаюсь стендапом, это другое, это не совсем шутки». И он такой, «А-а-а! У нас тут шутник без шуток, пацаны!» «А-а-а, ты шутник без шуток?» Я говорю, «У меня есть шутки!» «Нет у тебя шуток!» И тут я расплакался и убежал. Так что да, ваши дети крутые. Ладно, впрочем, я садился на свой самолет. Нет, он не личный, он общественный. И ко мне подходит стюардесса, просто выдернула меня из толпы по какой-то причине. И говорит, «Прошу прощения, сэр». Ну, только разговаривала она, как вы. Мне нравятся британцы. Вам нравится, когда над вами смеются. Вас оскорбляют, что я передразниваю то, как вы говорите. Ведь вы звучите, как умственно отсталые. Но это не страшно. Ладно. Итак, я сажусь в самолет, и эта девушка такая, «Прошу прощения, сэр, вы не могли бы сесть после аборийного выхода?» И в обычной ситуации я бы даже не посмотрел ей в глаза. Я бы просто такой, наверное, вы меня уже запутаете. Дедка, я не герой. Ну, по какой-то причине, думаю, потому что я тусовался с шотландцами с мечами, однобрался уверенности, и не успела она закончить эту фразу, вы не могли бы, я ответил ей, «Да, черт возьми». Ее глаза засияли, и на лице появилась улыбка, полная надежды. Знаете, типа, «Все будет хорошо», и я такой, «Еще как?» И она идет и перепечатывает мой билет, и выбрасывает мой билет труса. И она возвращается с новым билетом, и тогда люди начинают замечать, и вот тут мне становится неуютно. Все пялятся, знаете, особенно дети. Дети невинно спрашивают, «Мамочка, это герой?» «Да, малыш, я хочу трахнуть его больше, чем папочку». Так и было. Но я не даю этим мыслям заползти в голову, власть развращает, я даже не слушаю, я просто беру свой билет, киваю людям, они кивают в ответ, кто-то рыдает, один парень дрочит. И вот я иду по самолету, и люди уже сидят, они смотрят на меня, и такие, типа, «Спасибо», пытаются ко мне прикоснуться, а я им, «Идите к черту!» «Я здесь не ради себя, не восхваляйте меня!» «Я просто парень, который пришел спасти вас!» «Я слышу, «Ах, все так возбуждены!» И вот я сажусь возле аварийного выхода, и мне, наконец, удобно, и я такой, «Может, я был героем все это время?» «Просто я не знал этого, и мне нужно испытание». Я так разволновался, начал заказывать выпивку, я прямо такой, «Да, несите мне это, не шоты», и даже заметить не успел, как отрубился на высоте 9000 метров. Оказалось, я вовсе не был героем, я бы был огромным препятствием. Если бы хоть что-то пошло не так, люди бы погибли, потому что я бы был огромным пуском углерода на пути к спасению, и тогда бы все сгорели. Но на минуту я почувствовал себя героем, так что нахуй того пацана с Телфаста. «Знаете, в его возрасте я разносил газеты. У меня была работа, я работал. Но у меня не было такой уверенности. Но я был очень толстым ребенком. Жирная задница. А мои родители были хиппи, у них не было телека. Моя мама шила нам одежду сама, она шила мне велюровые штаны, и они были очень тесными на моей толстой заднице. И вот я разношу газеты зимой, знаете. И мне приходилось стучать в двери, как сутенер, пытаясь заработать свой доллар. Помню, однажды мне парень открыл дверь и говорит, «Я тебе должен доллар». «Да». Но у меня нет доллара. Но прошел уже месяц. У меня есть для тебя совет, братан. Он был обдолбанный. Позже я понял, что он был под метафетамином, но тогда я не знал. У меня есть совет для тебя. Какой? Пизда убьет тебя, братан. И просто закрыл дверь. И я понятия не имею, что это значит, вернее, не понимал. Это застряло в моей голове навсегда, потому что я не понимал, что это значит. Мне было восемь, и... Хочу рассказать вам короткую историю. Мне нравится читать про животных, потому что они такие, какие есть. И я думал насчет эволюции и того, как оно случилось. А я живу в дикой местности, повсюду горы, у меня во дворе всегда олени. А я смотрю на эти рога и думаю, «Нахрена они нужны?» Я понимаю плавники и всякое такое, но вот это откуда взялось? Но потом я понял, что произошло. Изначально у оленей не было рогов, и все было суперспокойно. Все типа такие, «Привет!» Там было все круто, и все ходили типа такие, «Хочу съесть маленькую веточку!» «Хочу попробовать веточку!» И никакого соперничества, все такие, «Хоу!» И секс был очень вялый, люди просто... Ой, не люди, а олени. Они не просто сталкивались друг с другом и такие, «Хоу!» И затем у них все это происходило. Они ели ветки, и толкались, ветки и толчки, и все было мирно. И вдруг у одного из оленей появился бугорок на голове, и он такой, «Хоу!» Но он не понимал этого, он чувствовал себя странно, но продолжал есть ветки. И затем у него появился план, потому что он очень любил ветки. И так, пока все олени грызли веточки, он такой, «Хоу!» «Хоу!» И он просто такой, «Бэм!» И он ударил другого оленя своим бугорком, и все такие, «О, да что такое с Бернардом?» И вот, и олени-самцы испугались, «О, он ест все веточки!» А Бернард такой, «Знаете, и все самки, смотрите на Бернарда, все палочки у него, он получает все, он получает все, он получает все!» И у следующего поколения оленей у всех есть этот бугорок, потому что они все от Бернарда. И когда все возвращается к пялому поеданию веточек, один из них такой, «Бум!» И у него появляется идея, «Та-та!» «Оооо!» И это происходит снова и снова, снова и снова, и эти рога становятся все больше, 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 и я узнал об одном виде, это правда, я узнал об одном виде оленей в Ирландии, рога которых становились такими большими, что они даже не могли держать голову на весу, и они таскали свои головы по земле, потому что их рога были такими большими, что они даже не могли поднять голову, и они умирали с голоду, они вымерли, и вот так же пизда убьет вас. Спасибо. Спасибо, ребята! Очень приятно. Спасибо. Рад, что вам понравилось. Жениться – это круто, потому что, как по мне, только так действительно узнаешь женщину, потому что ты не можешь уйти, ведь теперь все об этом знают. То есть, все карты вскрыты. И мне это нравится, потому что ты не знаешь женщину по-настоящему, пока не увидишь, как она смотрит шоу, сорвавшееся на канале Oxygen. У вас в Англии такого, наверное, нет, но есть что-то похожее. Это шоу о женщинах, это реальные истории, документалки, про женщин, которые убивают своих мужчин. Ну, знаете, жены с ножами, женщины-убийцы. Есть куча таких программ, и у меня нет проблем с шоу, но посмотрите, как ваши женщины их смотрят. Потому что некоторые убийства, я понимаю, я в плане убийств не ханжа. Знаете, я... Я бывал в Шотландии. Некоторые убийства, я понимаю, женщины загнаны в угол, им приходится сделать то, что нужно, я понимаю, но некоторые убийства, такие типа Тине пришлось переехать, потому что Брайан нашел работу, а она скучала по маме. Так что она подсела на онлайн-казино, и потом выстрелила ему в голову, пока он спал. И я такой, господи! И я смотрю на мою жену, а она такая, вот что случается. Мы вообще одно и то же шоу смотрим, ты думаешь, это допустимый ряд событий? Они переехали на 30 километров, и потом она стреляет ему в голову. Она скучала по маме, ты же не один любишь маму. А с чего мы об этом спорим? И тогда я почувствовал страх. Если она думает, что Брайан достоин смерти, то я точно должен умереть, как бедный Брайан, который получил работу на 30 километров дальше. И тогда мне пришлось узнать, как не умереть. И я разгадал код, и я готов рассказать. Не существует хорошего или плохого пола, они просто разные. Я думаю, из-за этого люди постоянно ссорятся. Мужчинам нужны указания. Скажите, чего вы хотите. Мы здесь, чтобы обслуживать. Вот для чего мы на планете. Мы не можем создать жизнь, но вы не можете дотянуться до верхней полки. Понимаете, о чем я? Так что скажите, чего вы хотите, и мы это сделаем. Используйте очень понятный язык. Будьте конкретными. Скажите, чего хотите. И мы в деле. Мы выполним. У женщин все наоборот. Они... Они... Дело не в мотиве. Они хотят сделать для себя что-то приятное. Женщины прекрасны, пока ты не начинаешь говорить понятно и прямо. Ладно, дам вам пару примеров. Я и моя жена сидим на диване, и... И она говорит, «Здесь так холодно». Я такой... Я знаю. Я действительно знал. Мне уже было холодно раньше. И я вернулся к рассуждению о том, почему клей не прилипает к упаковке изнутри. Честно говоря, я до сих пор не знаю. Я... Я счастлив, я спокоен, понимаете? Вот что я чувствую в этот момент. И с этого момента мы проживаем очень разный опыт. Краем глаза я вижу, как она... И этот стук становится громким, и это не ее вина. Это непроизвольная реакция на холод, но это раздражает, так что я отключил телевизор, чтобы заглушить. Через какое-то время она укрылась одеялом, гордясь ею про себя думаю, «Это очень умно». Блин, я бы даже не додумался, она реально умная. И возвращаясь к мыслям о клее. И в этот момент она думает, она... Она обдумывает, что произошло, она проигрывает события в голове, приходит к новым выводам, и примерно через час, что для меня абсолютно неожиданно, она говорит, «Тебе вообще на меня наплевать?» Я реагирую так, как бы все мужчины отреагировали, с таким лицом типа, «Эй, девка, о чем ты вообще?» «Ты даже не понимаешь, о чем я...» «Это какой-то бред!» «Это какой-то бред!» И теперь вы ссоритесь, и даже не знаешь почему. И я пришел к мысли, парни, что они все такие. Так что если у вас хорошая девушка, которую вы любите, будьте с ней, никогда не бросайтесь, здесь некуда идти. Когда я был моложе, я думал, что могу уйти и найти что-то другое. Ну, знаете, я нахожу девушку и думаю, «Так, надо найти другую, это сумасшедшая!» И нахожу другую девушку и думаю, «Какова вероятность, что и это тоже сумасшедшая?» И я нахожу новую девушку и думаю, «Это какой-то розыгрыш?» Почему все, с кем я встречаюсь, совершенно отбитые? И это происходило до тех пор, пока я не понял кое-что. Настоящее безумие это делать одно и то же из раза в раз и ожидать другой результат. Вот что я сделал. Я найду девушку, которая не будет вести себя, как девушка. Быть мужчиной, это значит мириться с этим. Быть мужчиной, это не быть с кучей женщин, это путь к провалу. Быть мужчиной, это смотреть в глаза той, которая давно должна быть в дурке. И не реагировать на ее слова, не бросать ее и просто успокаивать, потому что, когда ты пройдешь через это, поймешь, что женщины не сумасшедшие. Просто дело в том, что... Вот вам немного информации, немного магии. Дело в том, что женщины думают, что наблюдение и есть прямая просьба. Когда женщина говорит, здесь очень холодно, они ждут, что мы будем думать, ой, почему ей холодно, и начинаем решать загадку. Это буквально загадка, это шифр. Здесь холодно, то есть... Мужчины так не думают, мы никогда не думаем так. Если мы начнем вести себя так, все обернется очень плохо. У меня был отличный день, хочешь, чтобы я убил твоего начальника? Мы без понятия. Мужчины так не общаются, мы говорим очень прямо, сразу о проблеме. Проблемы решениями нет, вот как мы думаем. Последовательно, верно? Если парень скажет, здесь очень холодно, я скажу, ага, времена года. Полное безумие. Да, времена года. Времена года. И все. Здесь нет ожидания или просьбы, но она реагирует так, будто она сказала мне принести одеяло, и я ответил, нет, я думаю, о клее. У нее есть право обидеться в этот момент. Ведь женщины так и общаются между собой. Видели, как они общаются? С шифрами, подтекстами. Вся эта манерность. Понимаете, мы с женой можем пойти на ужин в гости, и жена моего друга подойдет к двери и скажет, «О, привет, рада вас видеть. О, вы не взяли вино? Ничего страшного, у нас его много». И мы заходим внутрь, и моя жена... Вот же пиздот. Она вела себя довольно мило. Почему ты недовольна? Она знает, что мы не взяли вино, а она сейчас издевалась надо мной. А вы, ребята, реально отбитые. Постоянно какое-то дерьмо в стиле «Игры престолов». Женщины обладают большей силой, чем думают. Они иногда чувствуют себя беспомощными, но это не так. Если вы прикажете нам, мы сделаем все, что хотите. Просто мужчины хотят быть мужчинами. Но этот мир уже не для мужества. Все драконы мертвы. И знаете, мы просто сидим на диване и ждем... чего-то. О, меня че, ретвитнули? У нас столько еды, даже слишком много. И мы, типа, просто ждем. И потом, когда твоя девушка говорит, «Детка, мне так холодно, принесешь мне одеяло?» Мы такие. Детка, если я не вернусь, на, я люблю тебя. И теперь ты на задании. У меня замерзшая девушка, которой нужен большой и сильный мужчина. Дамы, вы правда хотите отвести нас вокруг пальца? Говорите, «Детка, ты так хорошо умеешь переносить одеяло?» Она что-то разгадала во мне. Я не хочу ее расстраивать. Она видит во мне что-то, чего раньше никто не замечал. Я хорош в одеялах. И ты идешь за одеялом, и ты не хочешь ее расстраивать. Она уважает тебя, значит, ты уважаешь ее. Какое одеяло лучше? Я же не возьму, что попало. Это слишком тонкое. Это слишком толстое. На этом, кажется, до сих пор следы спермы. Но в конце концов, ты должен быть мужчиной. Надо сделать выбор. Какое одеяло лучше? И ты берешь его с уверенностью, несешь, накидываешь на свою девушку, и вот чего мы ждем взамен. Нельзя просто так взять одеяло и сидеть, потому что мы не знаем, выполнена ли задача, и мы в постоянном состоянии волнения. Она хотела одеяло со спермой. Что вообще происходит? И тогда мы теряем уверенность. Мы думаем, я все правильно сделал? Да, дорогой, ты такой мужественный. Я знал. Все было бы отлично, если все было бы так. Но так не происходит. У женщин все наоборот. Женщины хотят делать что-то для тебя. Они невероятно добрые. Еще они невероятно возбужденные. Они хотят тебя. Они очень хотят этим заниматься. Пока ты им об этом не скажешь, тогда они не хотят. И так во всем. Я дам вам несколько примеров, только если у них не овуляция. Не знаю, почему я решил сказать это, но я пытаюсь быть честным. Бывает один день в месяце. Так, нет. Это не часть шутки. Я не хочу, чтобы вы думали, будто я иногда... Ладно, проехали. Так вот. Вот что нужно делать. Это лучший прием. Приходишь домой и такой... Детка, у меня был большевый день сегодня. Ты волшебно выглядишь. Люблю тебя. И ни слова больше. Ты уже сказал все, что можно и нужно. И грустно смотри в окно. Она это заметит и обязательно подумает. Как печально он смотрит в окно. Что же причиняет ему такую боль? Но нет, ты все еще думаешь про клей и тюбик. Вакуум там что ли? Почему он не клеится? Пока молчи, сохраняй позу философа. Сделаю-ка его день лучше. Он этого заслуживает. Сделаю ему горячее какао. Он любит какао. Сделаю его для своего сладкого мишки. И вот она приносит тебе какао и говорит... Это какао для тебя. Ты такой... Как ты узнала, что я люблю какао? Я люблю тебя и помню, что тебе нравится. А я помню, что тебе нравится. Один момент. И вот ты уже в ней. Так? Да. Вы прям... Прям на подоконнике. Прям напротив окна. Ну и ладно, пусть все смотрят. Только осторожно, в руке горячее какао. Сильно не налегай. А вот еще один сценарий. Гораздо более жизненный. У меня было не так. Не было секса с какао в руке. Прихожу домой и такой... Детка, день сегодня паршивый. Сделай какао. Поняли, куда все идет? Я что, нанималась тебе делать какао? Да, так что давай, делай какао. Это что, моя обязанность? Да, и это тоже. И спуская штаны. У кого-то сегодня двойная смена. Пора приступать. Тогда она хватается за кружку с какао и ошпаривает твоего петрушку. И ни петрушки, ни кружки с какао про тебя снимают сюжеты. Женщины по всему миру своим мужьям. Имей в виду. Спасибо. Вы хороший зал. Я родился на севере штата Нью-Йорк. Там очень холодно. Холод и рутина – лучшие средства от развода. Например, моя мама. Однажды я спросил, мам, как тебе удалось прожить с папой 50 лет? Он же явно не дружит с головой. И она ответила, я не могу убирать снег с проезда в одиночку. Я думал, отец рассердится, но он только сказал, это мой конек. Найди то, в чем ты хорош. Отцовство – отличная вещь. Например, пошумите, у кого есть дети. Что-то вы от своих семей не в восторге. У вас суровые британские дети, да? Думаешь, твоя работа тяжелая, пап? Тебе же всего пять. Американские дети другие. Я сделал пи-пи на свое пи-пи. Тебе 30. В моем воображении, все британские дети измазаны угольной пылью. Они повидали всякого. Это что, британский флаг? Даже внутри страны договориться не можете. Странное у вас тут. Хотя ладно, оно вам не нужно. Пойдем дальше. Я прожил 12 лет в Лос-Анджелесе, там классно. Но в последнее время напряжно, это утомляет. Гуда не плюнь, пиздец, социальный протест. Что бы ты ни делал, это часть повестки. Друг меня спросил. Пойдешь прогуляться? О, с удовольствием. В поддержку больных раком кожи. На улицу. Не думаю, что он осознал всю иронию. И такой, да, чувак, конечно, пойдем, дружище. Я хотел выработать свой стиль при ходьбе. Раз уж я впрягся ходить в чью-то поддержку, так пусть это хотя бы выглядит внушительно. Не буду ходить на демонстрации, если это не выглядит эффектно. Я вообще упорный. Я купил себе браслет Fitbit в Apple Store. Знаете, эту штуку цепляешь на запястье и смотришь, сколько ты прошел за день. Я забыл ее снять и подрочил. У меня уходит 2 километра, чтобы кончить. В условиях хорошей влажности. Спасибо. О чем это я? Хэллоуин один из моих любимых праздников, но теперь белые парятся из-за костюмов, из-за того, что кто-то обидится. Например, в этом году я хотел быть призраком в остроконечной шляпе. Всегда любил призраков и такие шляпы. И вот пришло время нарядиться призраком в шляпе. И все вокруг. Как это бесчеловечно? Скажите, это призрак у шляпника. Он умер, а шляпа всего одна, с острым козырьком. Не надо. Ну ладно. Пришлось сделать другой костюм. Мы все еще про Хэллоуин? А, да. Но на Хэллоуин два года назад я и мой приятель пошли на вечеринку в парном костюме. Костюм один, а парней двое. У нас были сомбреро и усы. Я был Хосе, а он был Шмэссе. Как вам? Было круто. Мы ходили и представляли всем Хосе Шмэссе. Мы еще хотели третьего, но шляп было только две. Мы бы тогда назывались One Direction. Круто. Все отбивают пять, здорово проводят время, и тут тот же чувак, который предлагал поддержать болеющих раком, сверлит меня взглядом. Интересно, что с ним? Он подходит и говорит, послушай. Послушай-ка. Я отвечаю, тебе нужен Хосе или Шмэссе? Не выхожу из роли. Я с тобой разговариваю, Оуэн. И тут я понял, что влип. Я спрашиваю, что такое, пацан? Это не звучало оскорбительно, но маленькие все воспринимают штыки. Извини. Что не так? Маленький мужик. Говорит. На тебе сомбреро. Ну да, вообще-то это одежда Хосе и Шмэссе. Хочешь вступить в Хуан Дирекшн? Он говорит, это оскорбительно. Сними эту шляпу. Это не твоя шляпа, белый. Это их шляпа. Я говорю, ты бля, о чем вообще? Это культурная апроприация. И я не знал, что это значит, поэтому со мной весело. Но я люблю узнавать новое. Так что я загуглил. Культурная апроприация, как оказалось, это когда одна культура перенимает черты другой культуры. Я думал, это естественно, думал, это полезно. Одна культура делает что-то хорошее, и ты такой, мне нравится, пусть у меня тоже будет. А ты бери мою штуку, тебе пригодится. Здорово же. О чем еще мечтать человечеству, но не в наши дни. Я оглядел его, вспомнил, как он живет, и сказал, но ты водишь Субару, это лесбийская машина. Ты апроприировал эту машину. Он говорит, не смешно. Так я тут не шутки шучу. Все мои знакомые за рулем Субару лесби, я их понимаю, обтекаемая красотка, но с полным приводом вопросов нет. Но ты же забрал машину у лесбиянок. Он говорит, снимай шляпу. Я говорю, что? Я здесь для того, чтобы людям нравилось, но я хочу быть честным. Комедия моя профессия, мне нравится, когда люди улыбаются, так было всегда. Я не хочу кого-то оскорбить. Я здесь не для этого, но еще я не хочу делать вид, что я не тот, кто я есть. И вот я перед выбором, снять ли мне шляпу, чтобы этот паренек порадовался. Нет, я не буду этого делать, потому что если кому-то и нужно это сомбреро, так это белым. Мы же белые, и солнце нам не амиго. Кому как не англичанам знать об этом. Нашей белой коже нужны огромные шляпы. Жизнь в этом плане забавная штука. Культурная апроприация это хорошо только потому, что у самых бледных людей на Земле всегда были самые маленькие шляпочки. Все мы знаем, о ком речь. Евреи. Еврейский головной убор это насмешка над шапками. Она называется кипа, и еле закрывает лысину на голове. Больше похоже на купальную шапочку для котят. Это очень белые люди, и есть мексиканцы с шикарной бронзовой кожей под огромными шляпами. Как по мне, нам нужно посадить мексиканцев и евреев напротив друг друга и заставить обменяться шляпами. Вот что действительно поможет против рака кожи. Спасибо. Спасибо большое. Подумайте, насколько это более эффективно, чем ходьба по парку. Что ж... Когда моя жена была беременна, секс был странным. Потому что я опытный мужчина, знаете... У меня был... Я встречал людей, которых возбуждало что-то в аварийных выходах. Я не знаю, о чем говорю. Но знаете, я всегда думал, что я опытный в сексе. Я привнес несколько хороших движений в наши отношения. Но есть одна вещь, к которой ты никогда не готов. Секс с беременной. Потому что у тебя никогда не было опыта. Типа, когда вы в последний раз приходили в бар, и все заканчивалось сексом с женщиной на восьмом месяце. Ни разу! Были... Препятствия, которых я... Которых я не ожидал. Потому что впервые в наших отношениях мне не очень хотелось, знаете... А ее гормоны просто кипели. Представьте. И она такая... Давай займемся этим. А я... А сколько сейчас времени? И она спрашивает, почему ты так странно относишься к сексу? Что ты имеешь в виду? Я не странный, это ты странная. И она... Это ты, а не я. Это ты, а не я. И начинается... Ты считаешь меня толстой или уродливой? Не-не, ты очень красивая. Ты выглядишь нахшибательно. Правда. Тогда в чем же дело? Ты правда хочешь знать? И она... Да. Мне кажется... Мне кажется, что мой член около ребенка. И я все время думал об этом. Каждый раз, когда у нас был секс. Потому что, когда она беременна, и ты любишь свою женщину, и ты очень сильно ждешь своего ребенка. Ты не хочешь в него тыкать, ты хочешь... Ты сможешь стать кем захочешь. И я буду любить тебя, я буду заботиться о тебе. И жена крутит у виска. Мне кажется, я касаюсь ребенка членом. И она рассмеялась, и я это принял за оскорбление. Она откровенно смеялась, вот так. А я... Над чем ты смеешься? Ты не думаешь, что он рядом? Нет. Ты не касаешься. А мне вот что-то кажется, что он трогает его лобик. Он, наверное, и дальше ребенка заходит. Небольшая информация для тех из вас, у кого нет детей. Когда ты смотришь, как твоя жена рожает, ты понимаешь, что твой член не имел значение. Потому что голова ребенка где-то вот такого размера, и я все время думал, спасибо, что ты притворяла, что мой член что-то там делает. Потому что это безумие, и это в тысячу раз больше, чем мой пенис. И все-таки она сказала, поговори со своим врачом, спроси его о своей ситуации, твоей маленькой дилемме. Да, может быть, и спрошу. Пойду и узнаю врачебное мнение. И она такая, сделай это. Сделаю. Мне нравится мой врач, хороший парень, и я пришел. Док, что там внутри? Мой пацан уклоняется от ударов или как? Он такой, что? Он думает, что это грабитель, который никак не определится? Я делаю своему ребенку ямочки на щечках. Что происходит? Я касаюсь членом ребенка? Он говорит, нет. Нет, ты не касаешься. Пенис даже не проходит шейку матки. Пенис вообще не приближается к ребенку. И тут ситуация стала некомфортной. Потому что я стараюсь не делать обобщений или чего-то подобного в жизни, но... Мой врач это маленький азиат. Я знаю, да. Вы, ребята, поняли. Так что я не знал, что мне сказать после этого. Но в конце концов я сказал, док, когда ты сказал пенис, ты имел в виду твой или мой? И он посмотрел на меня. Не думая ни секунды, он говорит, забавно, что ты спросил, потому что мой пенис больше твоего. А он где-то полтора метра ростом. И я задумался над этим. Потому что это был мощный ход с его стороны. Он знает то, чего не знаю я. Он видел мой пенис. А я его пенис не видел. Он мог говорить правду или нет, и я не мог это выяснить. Так что я сказал, хорошо, доктор Кабояше. Покажи мне этого своего гиганта. Ну-ка, что там у тебя? Я не могу, ты можешь подать в суд на меня. Отличный ход. И я зациклился на этом. Я постоянно думал об этом. Его член больше, чем мой? Меня не настолько волновал размер члена, сколько факт, что у полуметрового азиата член может быть больше, чем мой. Да даже если мы про ухо или стопу, это странно, чувак вот такого роста. Теперь я начал его уважать. Ух да, он прям тренога. Но я должен был выяснить. И однажды, поздней ночью, меня осенило. Может быть, мы оба правы? И я написал ему. Я написал. Ты никогда не видел мой стояк. Потому что я понял, что он видел мой пенис, только когда ему страшно и холодно. Я написал. У меня больше. Ты никогда не видел мой стояк. И жена спрашивает. Что ты сейчас ему написал? Что он не видел мой стояк. Она говорит. Зачем ты написал ему это? Да это не подкат. Там нет подмигивающего смайлика. И потом я увидел эти три точки, типа он пишет в ответ, и они пропали без сообщения. И больше мы никогда не разговаривали. Женщинам очень нужна поддержка, но сейчас это немного преувеличено. Люди постоянно говорят о сексизме. Я не знаю, есть ли это у вас в Манчестере. Это когда постоянные ссоры, твиты. Ты просто постоянно. Знаете ли, против мужчин тоже существует сексизм, но мы не так часто говорим об этом, потому что мы любим быть веселыми в компании. Приведу вам довольно забавный пример. Для женщины приемлемо во время секса сказать глубже. Разве это не смешно? Ведь мужчины жаждут одобрения. Мы хотим знать, хорошо ли мы справляемся, даже когда хотим что-то сказать грязное. Да. Да. Тебе нравится? Да. Тебе нравится? Да. Вот так? Да. Одобряешь это? Да. Тебе нравится, как я это делаю? Да. И вы, девушки, такие... Глубже. И мы такие... Да. Да. Вот так. Да. Тебе нравится? И вы такие... Глубже. Детка, у меня уже заканчиваются варианты. Тебе нравится? Девушки, вы чё, думаете, мы им жадничаем? Тот факт, что вы говорите глубже, означает, вы думаете, что мы придерживаем немного члена для себя? А как ещё это можно понять? Вы думаете, что у нас есть выбор? Не будет такого, когда вы скажете глубже, и парень скажет вам... Не сейчас. Глубже. Нет, детка, ты не выдержишь ещё три сантиметра. Мне не жалко. Это всё ради тебя, потому что это взорвёт твой мозг. Глубже. Нет, нет. Оставь на Рождество. У меня всё спланировано. Как бы женщины реагировали, если бы мы говорили уже? Обидно, да? Это, блядь, то же самое! Женщины бы с ума сошли! Они начнут митинговать! Писать твиты! Это показывает, насколько парни классные. Продолжайте в том же духе, по крайней мере, это наша обязанность. Мы находим сексуальным, это ваше глубже. Мы пытаемся найти способ. Глубже! Есть, капитан! Я сбрею лобковые волосы. Я похудею, чтобы выиграть ещё полсантиметра. Дай мне ещё один шанс! Дама, я вам кое-что скажу от имени всех мужчин. Мы заходим настолько глубоко, насколько это возможно. От первого и до последнего входа мы отдаём вам весь член. И когда я умру, пусть на моей могиле напишут. Он отдавал женщинам каждый сантиметр члена, каждый день его жизни, и он умер счастливым в сомбреро и варежках. Спасибо. Мне кажется, мы живём в интересное время. Молодые люди-миллениалы не уважают нас так, как я уважал. На 10 лет старше меня в своё время, потому что на них мы равнялись. Сейчас есть интернет, а нас будто бы вырезали, всем плевать. Но у меня есть информация. В сети этому не научишься. Есть кое-что в человеческом общении, когда кого-то учишь жизни. Например, в гугле вы не узнаете, как избежать драки, в которой вам не победить. А если вы в баре, и какой-то парень захотел отмудохать вас, когда вам гуглить, я расскажу, что делать. Если вы знаете, что вы точно получите, снимайте штаны и начинайте дрочить. Это стопроцентный вариант. Потому что мужик, который хотел избить вас, не хотел бы, чтобы вы на него дрочили. Кто вообще захочет драться с дрочищем? О да, ударь, ударь меня. Ударь меня. Господи, мужик, что с тобой не так? Ну давай же, я хочу, чтобы ты меня ударил. В общем... Вряд ли вы это сделаете. Я даже песню написал для миллениалов. Называется... Совет миллениалам. Не думаю, что... У меня еще тестостерон не опустился после Шотландии. Мне кажется, сейчас дети не совершают столько ошибок, сколько я в свое время. Мне сейчас за 30, и когда я был ребенком, мы совершали кучу ошибок, потому что никто не знал правил. Нас просто отправляли на улицу. Представьте, мне 7 лет. И мама говорит, иди поиграй в парке. А ты пойдешь со мной? Нет, ты справишься. А когда мне возвращаться? Ну, когда стемнеет. Я не жалуюсь, она любила меня. Она говорила, буду скучать. Я тоже. Возвращаюсь через 5 часов и выдаю. У меня вылетел зуб. Из-за чего? Я пнусь другого мальчика. Просто так. И он дал мне в лицо. И она ответила, нечего было просто так задираться. Это тебе будет ценным уроком, пока зубы молочные. Спасибо, мам. И больше я так не делал. Я не бью детей. Хотя тот пацан из Белфаста заслуживает пиздюлей. Это реальная история. Это было 3 дня назад. Детей в наше время может сильно запугать информация из интернета. Или CNN, Fox, что там у вас еще есть? Какое-нибудь королевское обещание. Нас постоянно заваливают каким-то кошмаром. Новости, интернет. У нас были получасовые новости вечером, типа... Приветствуем. В сегодняшних новостях. Котенок в маленькой ермолке. И его спасли. У нас по-прежнему все четко. Доброй ночи. Но сейчас... Все очень пугающе. Родители сходят с ума. Я их понимаю, у меня то же самое. Да, может это не рациональный страх, что-то вроде... Вернись домой, Тимми, не играй в этой траве. Ты можешь подхватить аутизм. Я горжусь своими ошибками. Все они привели меня к прекрасной жизни. Чему я крайне благодарен. В моей жизни были сложные времена. Но сейчас я здесь записываю спешл с друзьями в Манчестере. Да. Я желаю, чтобы к детям не домогались на улице. И они не приходили домой побитыми. Я хочу, чтобы они усвоили истину. Ведь в мире такие вещи действительно происходят. В общем, песня о жизненных уроках, которые я вынес, называется «Совет миллениалам». Если его лицо в татушках, не дай ему сесть за руль. Если я лез и кричит девчушка, ей надо просто сесть на хуй. Речи как снег, а дела как сажа, и не всё белое снег. Ведь Билл Косби в итоге был посажен. И теперь не так уж плохо, профессор Снег. Тебе уже нужно перестать пить кофе и перейти, наконец, на бино. И перестань в своём телефоне торчать. Говорят, главная любовь, но главнее вода, еда и Нетфликс. Гомофобы, которых встретишь, тайно захотят соснуть твой пенис. Пей побольше воды без газа, и когда посышь, испытаешь оргазм. И красься, чтобы выглядеть милой, ведь косметика, стервозность не выведет. Все мы атеисты до турбулентности, но в DMV бога нет. И невозможно водку Грайгу сумеренно пить. Тебе не нужно больше денег, нужно покупать меньше всякой херни. Если девочка делает губы уточкой, Будет невежливо кинуть в неё хлеб. Только серийные убийцы Вешают колокольчики на входе. И перестань уже, наконец, Торчать в телефоне. Ваше здоровье. Спасибо большое. Я никогда не стану слишком богатым, что хорошо. Я ценю другое. Мне кажется, у меня есть безумно богатые друзья, и они не... Хотя некоторые, я думаю, даже не знаю. У меня есть друзья, у которых сотни миллионов долларов, и я обычно им говорю, чувак, давай, тянемся, сходим куда-нибудь. Эй, брат, мне надо работать. Хорош. Мужик, ты уже выиграл. Может, хватит, ты и так уже самый богатый, кого я знаю. Он говорит, чувак, ты не поймёшь, надо после себя оставить наследие. И тут я уже не могу сдержать серьёзное лицо. Чувак, какое ещё наследие? Ты работаешь в Веллс Парго. Какое тебе наследие? Я хочу наследие. Чувак. Юли Цезарь с помощью меча захватил весь мир. И какое у него наследие? Салат. Ха-ха-ха-ха. Я не догоняю, что людям вообще нужно. Они хотят накопить гору денег. Чувак, знаешь, что ты можешь сделать? Рядом в Бестбай ты можешь построить Брэдли Гудбай. Просто посмотрите, что люди сделают. Потрать миллиард долларов. Ну и что? У тебя есть ещё десять. Вы здесь вообще знаете про Бестбай? Просто я подумал, что про DMV вы тоже не поняли. Верно? Ну хоть про Тойоту знаете? Знаете про Тойоту? А, вы просто лживые мудозвоны. Ну ладно, ничего страшного. Я это словечко у шокландцев подхватил. Наверное, оно не такое уж и обидное. Называли меня смешным мудозвоном, отбивали пятюню и резали ножом. В общем, я сделал бы вот такую рекламу для телевидения, если бы был сказочно богат. Просто так. Посмотреть, как люди отреагируют. Этим Рождеством подари ей желанное. А, быстренько. Ещё для этого бы я нанял Джорджа Клуни. Я бы заплатил ему миллиард долларов. Этим Рождеством. Представьте Джорджа Клуни. Или кого-нибудь покруче. Может, папу Римского. Я бы заплатил папе Римскому. Он бы снял вот так свою огромную шляпу. Этим Рождеством. Не так давно. И тогда было голосование, чтобы решить, можно ли им голосовать. Как можно было просрать то голосование. Этим Рождеством. Подари ей то, о чём она умоляла тебя с тех пор, как вы первый раз занялись любовью. Те последние два сантиметра твоего члена. И когда она скажет глубже, нежно прикоснись к её губам и скажи, детка, с Рождеством. И потом он обратно надевает свою шляпу. Это не богохуйство, это ведь прикольно. Никого не хотел оскорбить. Я воспитан в католичестве. Мы не знали, что написано в Библии, потому что многие мессы были на латинском. Если я положу доллар в картину, я попаду в рай, да? Вот ещё карапулечка. Называется «За рулём в Манчестере». Моя полоса закончится через сто пятьдесят метров. Он не пропускает, ну и ладно, у меня есть ещё время. Уже сто метров, просто пропусти меня. Тридцать метров, ну ты свинья. Спасибо. В отличное время мы живём, блин. В отличное время живём. Я очень люблю музыку, люблю посидеть в баре. И просто подтягивать пивко. А когда хорошая песня попадается на радио, знаешь, это объединяет людей. И стирает разногласия между людьми, типа... Что вы думаете насчёт Папы Римского? А что вы думаете насчёт королевы? Да-да, вы именно так и говорите. Что вы говорите в конце молитвы? Вы говорите то же, что и мы? За какую футбольную команду болеешь? Я смотрю на это и такой... Да в настоящем футболе я бы мог на полной скорости врезаться тебе в спину. Нет, я понимаю, ваш футбол и должен называться футболом, это мы напортачили в Америке. Но ваш полон насилия. В общем, ты в баре, и вот включается песня, которая просто объединяет людей, что-то типа из ниоткуда. Я достал свою шестиструнную... И люди, у которых был плохой день... Играл на ней, пока не стёр пальцы в кровь, Стояло летом шестьдесят девятого... Видите? Произошло чудо! Оно заставляет задуматься. Ага, помнишь те времена? Нет! И похоже, в большинстве своём... У нас дела сейчас лучше идут, чем в шестьдесят девятом, да? Но мы ещё ностальгируем. Помнишь те времена? Задолго до ремней безопасности? Хорошая музыка. Представьте себе, как недавно мы стали преуспевающим видом. Представь себе, что там был ремейк этой песни. Я встретил своих первых чёрных друзей. Мы работали в шахте. Он был твёвый, но, кажется, заразил меня тифон. Летом тысяча восемьсот шестьдесят девятого... Мы с ребятами из церкви Подцепили кашель, четверо умерло. Мне нужно было молоко, и я взял коня. Проехал сотню миль по плохой дороге. Оу, е! Когда я вспоминаю прошлое, Мне кажется, гражданская война длилась вечно. Нам не оставили выбора. Меня заставили убить родного брата. Но это было лучшее время. Оу, да! Так же летом тысяча восемьсот шестьдесят девятого... Мы все были метр ростом от недоедания. Мама родила десятого ребёнка к пятнадцати годам. А у отца была всего одна нога. Индеец убил его в марте. Как раз тогда правительство украло землю. Когда я вспоминаю о прошлом, Наверно, мне не стоило, если нет. Ничего не могу вспомнить. А-а-а! Где я?! Кто вы такие?! А-а-а! Вместе! Тогда летом... Мы не знали, что такое микромы... Это все. Спасибо. Мне нравится быть комиком, потому что я зарабатываю тем, что делаю людей счастливыми. И иногда, когда я просто где-то гуляю, кто-то подходит ко мне, «О, ты Бенджамин?» Я говорю, «Да, это я». Чувак, ты смешишь нас с женой, правда, она никогда не смеется. А, ну понятно, хорошо. И мне нравится, когда ко мне подходят и говорят, «Эй, чувак, мне нравится то, что ты делаешь, ты живешь своей мечтой». Но из-за этого я чувствую себя трусом, потому что это моя третья мечта, друзья. Это не было моей первой мечтой. Это моя третья мечта, резервная, запасная. Я мечтал и о другом. Моей первой мечтой было стать настоящим музыкантом. Я хотел стать настоящим суперсерьезным исполнителем баллад, типа таких парней. Поняли? Я хотел быть Селиндион. И вот кое-что про комедию. Если ты по-настоящему честен, вот почему я, возможно, вел себя как козел по отношению к вам, это часть проблемы. Когда ты суперчестен, ты можешь быть суперкозлом, но большинство времени ты суперсмешной. Ведь я не могу сомневаться в своих инстинктах, это и делает меня смешным, поэтому, когда я честен, даже если я пытаюсь быть серьезным, люди всегда смеются. Они типа, чувак, эта песня такая смешная. А что тут смешного, пап? Потому что, когда по-честному, тогда всегда смешно. Вот, например, песня про Титаник, которую я написал. Женщины думали, это романтика, что Джек и Роуз усанули вместе с Титаником. Даже и при том, что на той штуковине было места и для Ди Каприо. Но он хотел сбежать, поэтому отпусти. Она сказала, держись, Джек. Он ответил, да нет, мне норм. Он лучше умбрёт, чем просто будет плыть с ней. Потому что она была ужасна, но если подумать, она... Она всё время жаловалась на то, что я слишком богата. А потом переспала с незнакомцем и позвала на ужин со своим женихом. И ещё в песне поётся... Каждую ночь во сна Я вижу... То есть, получается, следующие 60 лет, когда она уже была с хорошим человеком, который построил с ней свою жизнь, делал её счастливой, трудился, ей снилась мёртвая жопа Ди Каприо каждую ночь. И всё это время, каждый день её муж, муж Роуз, каждый день вкалывал на работе. У неё был гигантский бриллиант. И отдавали она его внучке в конце фильма? Нет. Эта пизда выбросила его в океан! Чёрт побери, Роуз! И все эти фильмы такие. Мне нравится дневник памяти. Но сумерки... Сумерки были про двух геев, держащихся в лесу из-за девушки с аутизмом. Почему никто этого не видит? Эдвард! 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 Вот и негативный эффект культурной аппроприации. Представьте, каково настоящим вампирам. Ведь вампиры — это монстры. А они смотрят сумерки и такие... Из каких это формы педики? И ещё, мне кажется, что популярную музыку пишут люди, которые не умеют писать музыку. Но это не страшно. Например, колдплей. Я люблю колдплей. Я правда люблю колдплей, но вот про что я говорю. Лишь для тебя Сиянье звёзды льют А женщины и геи такие для меня И твой светлее путь И цвет у звёзд ты жёлтый Соберите что ли Консилиум Чтобы они разобрали О чём это Он хороший певец И отличный исполнитель Но есть ещё такие Которые умеют писать хорошо Но не умеют петь Боб Дилан Отличный автор Превосходный автор Но почему-то никто не говорит Что он звучит как шмель Да что с ним вообще не так? Я люблю Битлз Одна из моих любимых групп И когда Джон Леннон Да, они крутые Джон Леннон переехал в Америку И мы пообещали Что мы не будем в него стрелять Знаете Он чудесный человек Он великолепный И когда он переезжал в Нью-Йорк И мы все пообещали Мы такие Мы не будем стрелять в этого парня Но всё закончилось тем Что ему выстрелили в голову Нам правда очень жаль Знаете Но Чем больше я думаю о Ленноне Мне нравится много его песен Например, как «Мама» Или «Ревнивец» Тоже отличная песня Но его хит Я смотрел выступление на кассете Четверть миллиона человек Рыдали под неё Называется «Представь» И чем старше я становлюсь И чем больше я плачу налогов И всё такое Тем больше я переосмысливаю слова «Представь» И это мой ответ на эту песню Будучи взрослым слушателем Представь, что нет рая А где тогда моя бабуля? Так просто лишь представь Да я хочу, чтоб она была в раю Нет ада под нами Тогда почему мне нельзя грешить? Лишь небо в облаках Но как насчёт луны? Представь, что все люди Я могу представить только около двухсот вещей одновременно Живут лишь одним днём Здорово, можно мне тогда тот белый рояль, на котором ты играешь И я тебе отдам это игрушечное пианино? Ты первый, богатенькая сучка Ты скажешь мне, я мечтатель Или как мой отец говорит, коммунист Да, но я не один такой Надеюсь, с нами однажды будешь Ни за что не стану коммунистом И станет мир един Только если все умрут, кроме тебя Представь, границы стёрты Тогда почему ты переехал в Америку, а не в Нигерию Если это не имеет значения Представь, что нищих нет Мне незачем представлять Я действительно бедный, а ты мудак, миллиардер Причин нет быть убитым О, мне в голову пришла причина И потом, к счастью, кто-то его убил Ой, извините, мы очень сожалеем об этом Это не очень Не очень хорошо Нет, не хорошо Нам всё ещё стыдно, что мы застрелили этого маленького коммуняку Мне больше нравится группа Оазис Манчестер Они как честные Битлз Приготовил еды Меня стошнило воскресенье Это так правдиво? Меня стошнило воскресенье Да, ещё многому надо научиться Скромно, честно Представь, что я не сраный лжец Иди нахер! Простите, я увлёкся Он не был хорошим человеком Тот, кто убил Джона Леннона А Джон Леннон был прекрасным человеком Который пытался распространить что-то под названием Идеологическая зараза Я просто шучу Или нет, вы даже не узнаете об этом И вот, как мы закончим шоу Это был невероятный опыт для меня Я расскажу, почему мы записываем спешл здесь И что вообще происходит Я был на разогреве у возможных шутников здесь в январе Да, мы ездили по стадионам Я знал этих ребят с MySpace, понимаете? И это безумие, Джогато Буквально в этом туре Я объявляю его выход на сцену Он выходит Я был как в фильме «Мальчикам это нравится» Когда они были как Жили на одном этаже друг с другом И он говорит Чувак, ты у нас на разогреве И я ответил Я одновременно горжусь вами И переосмысливаю свою жизнь Но они самые лучшие люди на планете В своем деле Так меня представили Соединенному Королевству Ирландии и Шотландии Это их родное место Впрочем Я и моя очень близкая подруга Которую я встретил по пути Она мне предложила сделать совместный тур Я спросил, а что нужно делать для этого? Она сказала, да нет, ничего Просто мы сделаем совместный тур И вот я сижу в перископе Играю музыку и все такое Собираю деньги для моего следующего Следующего спешла И какой-то чувак просто пишет Он говорит мне Я даже не буду пробовать повторить акцент Он говорит Чем я могу помочь? И я такой Чувак, hugepianist.com Это мой сайт Сколько тебе нужно? Мне еще много надо И он продолжает Ты смешной мужик Я дам тебе сколько нужно И я такой, что? Я думал, он шутит Что это одна из ситуаций с Принцем Нигерии Глазго уже все распродано Пообещай мне, что там Дашь мне билет И сумму денег, которую он дал мне Чтобы помочь со спешлом Я, 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 я Даже уже не понимал, чего он хочет Ты хочешь билет? Да, я такой Братан, я позволю тебе трахнуть свою маму Так вот, я провел его на шоу в Глазго А потом привез его сюда И буквально мы дали Он сидит на диване Мы дали ему диван Видите? Да, поклопайте ему Поаплодируйте братану Уильяму Он оказался одним из крутых людей на свете А вы, животные, должны сидеть на жестких сиденьях Уильям, он из Шотландии Он сначала выстебит, а потом убьет тебя Так вот Я не собираюсь заканчивать сегодня своей третьей мечтой Мне это уже не надо делать, я это сделал Я уже рассмешил вас, животные Я собираюсь исполнить свою первую мечту Уильям вдохновил меня Чувак, просто делай, что ты хочешь Так что Я из-за тебя описывался от смеха И хочу узнать, на что ты еще способен И теперь это смысл моей жизни И я это сделаю В любом случае, я спою вам песню, которую Думаю, вы не знаете Но я хочу, чтобы вы сделали вид, что я живу своей мечтой Как будто я настоящий человек, а не клоун Так что я скажу название песни И я хочу от вас энергии Как мать смотрит выступление своего ребенка в детском саду И так она называется Почувствуй мой пыл Почувствуй мой пыл Почувствуй мой пыл Ты при тебя Чувствуй мой пыл Пойте со мной Почувствуй мой пыл Ладно, это было так себе Скорее всего, дело во мне Я ее исполняю уже полтора года, а она так и не прижилась Я включаю радио каждый чертов день, надевая пижаму Я слушаю Почувствуй мой пыл И жена подходит и говорит Вот твой горячий какао Потом я ее трахаю Только это может привести мой мозг в порядок Это вывод яда из яиц, понимаете? Ладно, я взломаю систему Сегодня у меня совершенно новый хит В общем, я решила, что я просто хочу рассказать вам, как реагировать И так же я могу жить мой мечт Потому что я никогда не буду жить мой первый мечт Я пробовал, пробовал, пробовал И все просто ровно и ровно меня И я не буду играть И следующая песня Я пообещал кое-кому очень известному, что больше не буду играть Она называется Накорми медведя Вот мои светлячки прямо там, детка Поехали Накорми медведя Накорми медведя Глубоко внутри себя Накорми медведя Давайте хора Громче Мед большой по медведя Очень глубоко Большой медведь чешет спину, а большое дерево Да, мед большого медведя Я стараюсь не казаться голодным, но я продолжаю говорить мед Еще разок Фидбэк 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 Большой медведь в голоде Где ты кормишь этого медведя? Фидбэк Спасибо, Манчестер Я так люблю вас, ребята Это было честью для меня Спасибо за приглашение И продолжайте кормить этого медведя Я люблю вас, ребята Для меня очень много значит, что вы пришли Я Оуэн Бенджамин Спасибо Муа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо 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 субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует... 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 Продолжение следует...